С 3 по 14 стихи. И служите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы, Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас, Господу. И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевы в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыну Израилевы Самуилу, не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтобы спас нас он от руки филистимлян. И сказал Самуил, да не будет этого со мной, чтобы отступить от Господа Бога моего, и не взывать вас в молитве. И взял Самуил одного ягненка, и принес его со всем народом во всесожжение Господу, и возвал Самуил Господу о Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами, и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вевхором. И взял Самуил один камень, и поставил его между Массифою и между Сеном, и назвал его Венезер. Сказав до сего места, помог нам Господь. Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня над филистимлянами во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля от Акарона и Дагефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян. И был мир между Израилем и Амариями. По обыкновению давайте благословим друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Вы благовестник, спасающий эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту землю, опустошенную землю, которую Бог дал нам в наследие. Пастор сейчас находится в Канаде, в Северной Америке также. И то служение, которое Бог доверил нашей Церкви, которое ведет пастор, это также есть то служение, которое мы все с вами вместе ведем. И сегодняшнее слово — это движение массивы для наслаждения благословением Абвенезер. Мы с вами совершенным образом, уверовав в Иисуса Христа, мы с вами освобождены от власти судьбы, от власти ада. Иногда, конечно, мы... что мы можем увидеть в нашей жизни? Мы, несмотря на то, что мы осознаем, что мы дети Божьи, но что у нас может случиться в нашей жизни? Мы сталкиваемся с какими-то пределами, и бывает, случается что-то, что невозможно преодолеть. Какие-то проблемы, которые кажутся для нас абсолютно невозможными. Какие-то повторяющиеся ошибки, неудачи, которые, возможно, можно считать даже... Люди даже уже верующие, уже во Христе, они все думают, ну это у меня такая судьба, значит. И есть такие определенные бедствия духовного наследия, которые передаются также через семью, из поколения в поколение. И мы, может быть, тогда задаемся вопросом таким, почему, почему я, почему у меня не получается что-то, почему у меня окружение такое. И когда мы думаем о будущем, мы тоже переживаем, получится ли у меня с моим уровнем, с моим... всем тем, что я умею, умею и имею, и мы переживаем о будущем, конечно, и о своем, и о своих детях. И из-за того, что мы смотрим на себя, на свои... на себя, также на свой уровень иногда, мы можем чувствовать разочарование, бессилие сдаваться в каких-то обстоятельствах, перед лицом каких-то обстоятельств. Это что-то похоже на ситуацию, о которой мы с вами читали в отношении израильского народа. Сейчас давайте во время богослужения попробуем отложить все проблемы или переживания, которые, может быть, стучат теперь в моем сердце, в моих мыслях. Попробуем отложить и попробуем сосредоточиться на Слове, чтобы увидеть, какой ответ Бог приготовил, что Бог хочет сказать и что Бог желает, чтобы мы на чем-то... на чем мы сосредоточили свое внимание. Слово Божие, ведь, это для нас подобно тому, как зеркало, когда мы можем узреть себя по-настоящему. и также через Слово сегодняшнее я благословляю и желаю, чтобы все камни преткновения, все стены, которые есть, какие бы ни были в нашей жизни сейчас, может быть, то, что беспокоит вас, чтобы все это сокрушилось, чтобы все это стало для вас ступенью, чтобы стала платформа для того, чтобы получить благословение. И в отношении Израиля, вот мы сегодня читали этот стих, и что перед этим случилось? Если мы посмотрим эпоху судей, то в течение 400... практически 400 лет и в течение 14 эпохи 14 судей постоянно мы видим, что случалось. отступничество Израиля, Божий гнев, Бог также дисциплинировал таким образом, потом покаяние, раскаяние, плач, потом Божье спасение. и потом вот что случилось, мы видим также сегодня в 8 стихе, когда израильтяне, они собрались уже в массиве, и они взывали тогда к Самуилу, чтобы он просил о них Господа, чтобы он защитил их. Мы видим, что до этого, вот пока были пока израильтяне были в эпохе судей, то постоянно, 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 то есть у них приходилось... Почему Бог давал судей? Потому что у них не было ведь царя до этого. То есть судья приходил тогда, когда Бог воздвигал судью, когда они ошибались, когда падали, когда отступали, и судья возвращал их обратно на путь Божий. То есть, смотрите, у них уже был вот такой вот опыт постоянных ошибок, опыт неудач. И, конечно же, это влияет и на их состояние. И вот даже был у них за это время, когда они воевали постоянно с филистимлянами, и до этого момента, около 20 лет назад, они вступили в войну, но потерпели поражение, и около 30 тысяч человек были убиты. И вот впоследствии ковчег даже был возвращен, но им не удалось поместить его в Скинию. И он остался заброшенным в доме Абинадава на 20 лет. Поэтому вот эти все в таких моментах трудных, как сейчас, когда они собрались в движении массива, в массиве, когда Самуил созвал их, вот эти все раны прошлого, неудачи, опыт неудач, страхи в отношении сегодняшнего дня, в отношении будущего, все это сохраняется. И точно так же у нас с вами есть моменты, когда мы какие-то ошибки совершали. И, может быть, не один раз, как израильтяне, видите, они 14 раз приходили разные люди, 14 раз отступали от Бога, что-то не так делали. И это народ Божий. Мы также, может быть, уже даже сейчас, уже будучи христианами, будучи верующими, мы тоже продолжаем, возможно, какую-то ошибку совершать, что-то делать такое, что мы потом осознаем, что я неправильно делал, или мое неверие было, или я до сих пор не могу победить что-то. Нам нужно с вами действительно, чтобы в нашей жизни также произошло это движение массива, движение восстановления, чтобы мы получили подтверждение благословения Венезер, которое вот это вот благословение того камня, который поставил Самуил, который стал символом того, что Бог до этого момента помогал и вел нас, и Он и будет помогать и вести, чтобы поставить благословение Венезера во всех наших, на всех наших прошлых неудачах или ранах, и с этого момента жить обновленной жизнью. И поэтому первое, что нам нужно с вами, это то, к чему призвал Самуил, призвал всех израильтян, он сказал избавиться от идолов, потому что это то, идолы, это то, что приносило, привело всегда людей, израильский народ к поражению. Точно так же и нас в жизни, почему мы, будучи уже христианами, детьми божьими, не можем наслаждаться благословением победы, переживания каких-то, страдаем от каких-то неудач повторяющихся, потому что в нашей жизни также могут еще присутствовать какие-то определенные идолы. И что это за идолы, может быть? Это то, что сказано, есть пути мира этого, это культура, традиции, это идеологии, это философии, это религии определенные, это все то, что, особенно в Украине, в отношении то, что укрыто вот этих всех традициях определенных, как в Корее есть в отношении, когда есть чусок и сольналь, эти праздники, когда делают часа, то есть это жертвоприношение, день поминок, можно сказать, даже и в наших странах есть поминки, когда в Корее это немножечко более, более сильный момент в отношении именно поклонения предкам, духам предков. И, что сказано, посмотрите, в исходе, что является результатом идолопоклонства? Это то, что проклятие приходит до третьего, четвертого поколения, и гнев Божий приходит на таких людей. Поэтому, что это означает? если начнется это гнев Божий в моей жизни приходит и идет даже до третьего, четвертого поколения, то это практически идет, как заканчивается жизнь даже на третьем, на четвертом поколении, потому что, если они не освободятся от этого, то уже пятого поколения не будет. И посмотрите, также Ефесянам, вторая глава, там сказано, что мы были по природе чадами гнева, и из-за того, что следуем путями мира этого, то как результат мы можем находить себя как объекты гнева Божьего. То есть, Божий гнев идет не на людей, Божий гнев идет на грех и на идолопоклонство, которое вводит людей в грех. Вот на этом есть гнев Божий. И поэтому, если мы входим, соединяем себя не со Словом Божьим, если мы соединяем себя с чем-то идолопоклонническим, то, естественно, мы с вами будем испытывать не благословение Божье, а результат проклятия. Проклятие – это когда нет защиты Божьей, нет благословения Божьего. То есть, мы сами от света входим в тьму, вводим себя в тьму. И, естественно, там уже не действие Божье, не благословение Божье, а нет защиты, нет Божьего действия. и посмотрите в отношении израильского народа, также у них был особенный день, когда жертва приносилась за весь израильский народ. Почему? Потому что есть вещи, которые кто-то сделал в израильском народе, но не принес жертву за этот грех, и страдать будет весь народ. Поэтому, они также делали такой день, день отпущения, когда за весь израильский народ приносилась жертва. И первосвященник, он входил в храм Божий и во святой святых, и приносил жертву за всех людей, за все, за весь израильский народ. Поэтому в отношении идолов, в отношении разных кумиров очень серьезно нужно быть. Нужно не просто думать, что я же не поклоняюсь никаким статуям, там, или там никаким образом чего-то. Идолопоклонство не только в видимом чем-то заключается, не только в том, что, например, я не хожу на какую гору, не в буддийский храм, или не поклоняюсь никаким статуям Будды, или же, может быть, статуя не прошу ничего у Девы Марии, или еще чего-то. То есть, можно разные моменты думать, но посмотрите в отношения опять-таки израильский народ. Что значит избавиться от идолов? Когда они, израильтяне, вошли уже в хананскую землю, они впервые начали заниматься действительно сельским хозяйством. И поэтому они изучали методы ведения сельского хозяйства Ханаана. И ключевыми аспектами в этом всем в отношении хананской земли и народов Ханаана, они делали жертвоприношения, приносили жертвы и праздновали Баала и Астарту. То есть, это богов плодородия. И поэтому что делали израильтяне? Они приходили в Скинию, приносили жертвы, праздновали, но в то же время занимались земледелием по-ханански. По-хананским поэтому и вошло в их жизнь, вошли вот эти моменты поклонения Ваалу и Астарте. И вот то же самое. Мы можем думать, что и считать, что я же верю в Иисуса Христа, следую за Богом, но в действительности в некоторых областях своих в нашей жизни мы можем не видеть тому, что мы в действительности следуем мирским стандартам, мирским методам, мирским вещам. и вот это есть тоже своего рода идолы определенные. Поэтому нам нужно действительно проверить себя, не живу ли я с двумя сердцами, не живу ли я действительно как бы двумя жизнями. прихожу в церковь, там я с Богом, там я думаю о Боге, а когда я на работе, когда я дома, это уже другая жизнь, где уже нет места Богу, где уже нет, где я уже не следую Слову Божьему, Божьим принципам, Божьим стандартам, Слову Божьему. Проверьте себя на этой неделе, каждый из нас давайте проверим, не живу ли я с двумя сердцами. Тот же я в церкви, тот же я в общении, тот же я на работе, тот же я дома, тот же я в общении с моими друзьями. С одним ли я сердцем живу? Является ли это сердце, которое ищет Бога, ищет воли Божьей, ищет угодного Богу, и при моих мыслях, при моем выборе, когда я делаю выбор какой-то, суждения, когда я какие-то делаю, смотря на людей, смотрю ли я с точки зрения закона на них, либо же я смотрю с точки зрения благовестия на них. Поэтому я, возможно, даже даже само мышление этого мира мы видим, это эгоцентризм, материалоцентричность, погоня и жажда прославить свое имя. И вот это и есть то, о чем говорится в Ефесянам, что мы жили некогда, следуя путям мира этого. поэтому вот это нужно проанализировать себя, проанализировать, в каком состоянии я нахожусь, как вот израильский народ, когда движение массива было, что Самуил призвал их отбросить всех идолов, отбросить всех валов, астарт, всего, все, что есть, и искать Бога, искать не полагаться на свой опыт, на не на какие-то мудрость людей человеческую, а действительно и также не переживать о будущем, смотря на будущее с точки зрения себя, своих стандартов, своих навыков, своих умений, своего имения, что я имею сейчас, искать Божьего и доверить все в руки Божьей, потому что это то, что действительно Бог желает, и чтобы мы доверили Ему все, чтобы мы искали Божьего, и тогда все остальное приложится к нам. Поэтому благословляю нас, чтобы мы могли, подобно израильскому народу, прийти к Господу и отбросить всех идолов. И поэтому служить, служить только Господу. Потому что Бог, Он есть единый Бог. И в Ветхом Завете, когда Моисей пришел и Бог призвал его, то он спросил, «Кто есть ты, Господь?» И он сказал, «Я есть Сущий». И в Ветхом Завете имя Господа также это Егова. Не путайте с свидетелями Егова, но это есть, просто свидетели Егова не используют это имя, постоянно акцент на это ставят. Но в Ветхом Завете есть также Егова, Саваоф, но Егова означает «сущий», то есть тот, который есть, который был, который есть, который будет, и он сущий, тот, который существует сам по себе, не имея ни в чем нужды и давая всему жизни все необходимое. Поэтому нам нужно служить только Господу, Богу, и только через Иисуса Христа. Поэтому и благословение бытие 1 главы 27 стиха в нашей жизни мы можем восстановить только через Иисуса Христа. Это благословение 1 главы 27 стихи. Стиха сказано, что мы созданы по образу Божию. И образ Божий это означает, что мы также духовны, и это означает также, что мы созданы отображать сущность Бога, Божью мудрость, Божью любовь. Но в результате бытия 3 главы мы потеряли образ Божий. мы уже не отображаем Бога. В нашей жизни уже нет плодов Духа Святого. Как результат, что происходит? В Римлянам 3 глава 10 и 23 стихе сказано, что все согрешили и лишены славы Божьей. И нет праведного ни одного. Поэтому единственный способ восстановить наши отношения с Богом, единственный способ для того, чтобы мы вновь восстановились, как образ Божий, чтобы те наши грехи, которые мы по ведению, по неведению совершили. И сам по себе даже тот грех, вообще само состояние нашей жизни без Бога это уже является жизнь во грехе, потому что эта жизнь не в благословении Бога, жизнь без Духа Божьего. Поэтому, как сказано также в послании к Ефесянам, еще до сотворения мира, Бог нас предузнал, предугадал, предизбрал нам быть подобными Сыну Своего, чтобы через Иисуса Христа восстановить нас. Поэтому Иоанна, 1 глава 12 стих сказано, что ибо те, которые уверовали в Него и тем, которые приняли Его, Бог дал власть быть чадами Божьими, и нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, как только имя Иисуса Христа. это то исповедание, которое дал Петр перед Зинедрионом, Деяния 4 главы 12 стихе. Поэтому только через Христа мы можем встретиться с Богом, только во Христе по-настоящему мы можем служить Ему, находясь во Христе. Поэтому евреям, 10 глава 19 стих, что сказано, что мы с вами можем, имеем доступ теперь к Богу, и нам открыт путь новый, каким образом? Вот эта завеса разорвалась. Завеса, которая в Ветхом Завете преграждала путь, только первосвященник мог войти. Христос кровью Своей открыл нам путь Богу к престолу Божьему. Теперь каждый из нас во Христе, через Христа, не только переосвященник раз в год, а мы каждый день, каждую минуту, каждый момент можем входить и в духе и истине, как Иоанна 4 главе 24 стихе, служить Богу. вот это то, что желает Бог, чтобы мы с вами не просто раз в неделю, не просто раз в год, не просто когда-то, когда-никогда, чтобы каждый день мы жили вместе с Богом, общались с Богом, искали того, что угодно Богу. Вот это и есть наше служение Богу в духе и в истине. Поэтому, посмотрите, что значит служить Богу в духе и в истине. Иоанна 1 глава 1 стих сказано, что вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Богом. И это Слово, оно стало плотью, и это Слово есть Христос. То есть Христос, Иисус Христос, Который Бог, пришедший воплоти. Он есть, это Слово, которое воплотилось, это Слово, которое от начала было у Бога, и Которым мы сотворены с вами. И образом, Кого мы являемся, это Слово стало плотью, и мы смогли увидеть сущность Бога. Неважно, как именно выглядел Иисус, какой у Него рост был, какой вес, какое лицо, важно сердце, важна Его сущность, Его суть. Поэтому Он и сказал, когда когда Фома спросил у Него, покажи нам Отца, Он сказал, видевший Меня, видел и Отца. Что это означает? Что сущность Бога, суть Бога, Бог есть любовь, Бог есть, праведный Бог есть, тот, Который животворящий. Вот это Слово, если мы храним, если мы приняли это Слово, если мы приняли Иисуса Христа, как Своего Господа и Спасителя, это Слово, оно живо и действенно, и оно совершается. И Бог, Он действует всегда, мы видим, читая Ветхий Завет, Он действует по Слову Своему. Поэтому важно, чтобы Слово Божье мы могли принять, чтобы Слово Божье запечатлилось в нас, укоренилось в нас, и чтобы действительно проросло в нас. Бог желает, чтобы мы становились свидетелями совершения Слова Божьего. Поэтому нам с вами важно вести духовную борьбу, чтобы мы с вами могли находиться в духовном состоянии, в котором Слово может прийти к нам, чтобы мы могли принять Слово, и чтобы мы могли это Слово размышлять над этим Словом. Поэтому, что есть наша духовная битва, это чтобы во время богослужения, когда мы слушаем Слово, когда мы с вами читаем Слово Божье, когда мы общаемся по Слову Божьему, чтобы наше сердце подготовилось, чтобы сокрушились те силы тьмы, которые препятствуют нам услышать Слово, и препятствуют нам войти в Слово. Поэтому важно, чтобы Слово укоренилось в нас, для нас, чтобы мы могли все видеть через Слово Божье. Точно так же, как мы, как дерево, например, получать все питательные вещества через корни, и мы также важно, чтобы Слово Божье в нас укоренилось, и мы получали все необходимые для нас, можно сказать, питательные вещества. Питательные вещества это как бы пища для нашего сердца, для наших мыслей. Потому что мы все равно, мы не можем не мыслить, не можем не думать. Мы ведь люди, и мы сотворены таким образом. То есть наши... Но что есть пища для наших размышлений? Мои переживания, слова людей, какая-то информация, которую я получаю от других людей через может, новости, через фильмы, через книги, мой какой-то опыт прошлого. Мы всегда ведь думаем о чем-то. И вот в зависимости от того, в чем корни наши, мы укоренены в Слове, чтобы Слово укоренилось в нас, и мы укоренились в Слове. Вот этот правильный даже момент будет. То есть, тогда мы сможем, когда мы будем размышлять о чем-то, что-то даже будет приходить наша проблема какая-то, еще что-то, то мы будем не просто в это впадать, мы будем думать об этом. Но Слово Божье будет также проявляться в нас, влиять на нас, и мы сможем тогда, если Слово Божье внутри нас есть, если мы это Слово приняли, и оно в нас есть, тогда даже что-то будет, казалось бы, невозможным для нас, что-то, чем-то, тем, что мы не способны даже как-то это все осмыслить, но если Слово Божье внутри нас будет, то это Слово будет помогать нам, и мы будем иметь веру в то, что по Слову Божьему получится. И почему так? Потому что Бог говорит, что Мои мысли пути Мои, и Мои мысли не пути Ваши, и Мои мысли пути Мои выше, чем пути человеческие. И что также, вы посмотрите, сказано в 2 Коринфянам 1 глава 20 стих, что там сказано, что ибо все обетования Божьи в Нем да и в Нем аминь. Поэтому, еще раз, почему нам важно с вами иметь Слово Божье в своих мыслях? Потому что это дает нам силу, Слово Божье дает нам надежду, потому что мы знаем точно, что Бог совершает Слово Свое, что Он не оставит нас. И когда нужно какой-то выбор сделать, мы не ищем выгоды своей, мы не ищем того, что может принести какую-то, да, какую-то выгоду, может быть, нам. Мы не вступаем в конфликты с людьми, и мы не отчаиваемся перед лицом проблем, потому что мы знаем, у Бога есть план для меня, у Бога есть миссия для меня, Бог желает спасти местодействие через меня. Поэтому у нас появится сила простить, потому что не просто мы... Посмотрите, мы не просто, потому что мы как по закону следуем за Словом Божьим. Потому что, если действительно Слово Божье внутри нас есть, Дух Божий внутри нас есть, у нас будут также и плоды Духа Святого. Что значит плоды? Когда мы начинаем размышлять, когда какая-то ситуация, и мы могли бы разгневаться на человека. Но Слово Божье в нас звучит, и мы слышим, что нам нужно любить ближнего, нам нужно прощать друг друга. И когда мы насчет этого начинаем думать в эту сторону, в этом направлении, потому что Слово всегда дает нам направление, что направляет наши мысли, то тогда Дух Святой действуя в нашем Духе, и в нас появляются плоды Духа Святого. Бог дает нам силу быть такими, дает нам силу прощать, дает нам силу. Поэтому это не просто, что Бог говорит, не надо так делать, и мы своими силами стараемся это не делать. Нет, не это Бог хочет. Бог хочет, чтобы, когда это Слово мы слушаем, и потом, когда мы вспоминаем, Бог так ведь сказал, и мы обращаемся к Богу, Господь, дай мне силы, у меня нет силы простить, у меня нет силы не вступать в конфликт, у меня нет силы не искушаться, то тогда плоды Духа Святого появляются в моей жизни, потому что Бог не просто нас оставил здесь как-то искушать нас или проверяет нас на что-то. Мы сами впадаем в искушение из-за того, что мы что-то не так делаем или что-то ошибаемся. Но Бог не допустит, чтобы искушение было сверх силы. Поэтому вот это важно, почему важно нам с вами хранить Слово Свое. И Слово Божье есть истина, Слово Божье есть да и аминь. И обетование все Божье есть да и аминь. Если Бог сказал, что Он поставит нас свидетелями до края земли, если Он сказал, что благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну, если Он сказал, что мы будем источниками благословений, если Он сказал, что благословит в 30, 60 и 100 крат, значит так это все и есть, так это и будет. Но когда это будет? Когда я буду искать Бога, когда искать горнего, искать того, что Царство Божье, искать что угодно Богу. И таким образом, если я над этим размышляю, всегда к этому, к Слову обращаюсь во всех моих жизненных обстоятельствах. Таким образом, это становится постепенно моей сущностью. Я уже живу, слушаясь в послушании Слову Божьему. Вот это действительно то, что важно для нас в нашей жизни. Один стих, который это 27 глава Деяний, 25 стих, мы не прочитали, там сказано также, что ободритесь, потому что будет так, как мне сказано. что необходимо нам с вами? Нам с вами нужно собраться в массиве. Нам с вами нужно в нашем духе, в духовном мире собраться для молитвы, для поклонения. Потому что, как мы можем с вами служить Богу? Как мы можем служить Господу? Это в молитве, и в богослужении, и в поклонении. Поэтому молитва, и богослужение, и поклонение, это и есть тот наш путь к Богу. И вот то, что сказано было в 1 царств, 7 глава, 5 стих, что сказал Самуил? И сказал Самуил, соберите всех израильтян в массив, и я помолюсь о вас Господу. И посмотрите также Иеремия, 29 глава, 13 стих. Там сказано также, что и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Поэтому 12 стих также там сказано, что и вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Поэтому смотрите, что является путем к Богу, как бы способом, не то чтобы даже путем, а как бы путем общения с Богом, служения Богу, это взывать Господу и молиться, молиться Господу, молиться в завете. И тогда сказано, вы взыщите меня, и найдете, если будете искать всем сердцем вашим. Поэтому Иоанна, 4 глава, 23-24 стих, там сказано, что у нас и настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Поэтому нам с вами нужно поставить вот эту вот башню. Нужно поставить внутри себя башню. Башню это та, как та башня, башня массивы. То есть это чтобы утвердилось во мне Слово Божье. Чтобы потому что Слово Божье это крепкая башня. Когда израильтяне, они собрались в массиве и они также в тот момент они боялись вот этого всего. Но посмотрите, когда они вместе собрались, когда они вызвали к Богу в молитве. Тогда они испытали силу действительно. Поэтому вот точно так же нам с вами, если мы поставим как бы вот если в таком в духовном посмотреть в духовном в духовном смысле, как израильтяне, они приняли решение и они в молитве воззвали Господу и восстановили завет, точно так же мы с вами, если в нашем месте работы у нас дома, во всех сферах нашей жизни будем в молитве искать Бога, ставить вот эту башню молитвы в своей жизни, башню Слова Божьего. тогда никакие филистемляния, никакие прошлые наши ошибки, ничто не будет препятствием для нас, ничто не будет, никакой стеной для нас не станет. Поэтому нам с вами действительно молиться важно, чтобы наслаждаться, как в притчах 18 глава 10 стих, как мы уже говорили, что это крепкая башня, и праведник входит и будет спасен. Поэтому Триединный Бог действительно является нашей Триединой, Триединный Бог является нашей истинной башней, нашей силой и как на прошлой неделе пастор передавал слово, 8 глава римлянам, что если Бог за нас, то кто против нас? Может ли кто нас отключить от любви Божьей? Может ли нас кто-то отключить от благословений Божьих? Никто не может. Поэтому что нам с вами необходимо делать? Нам нужно с вами оставить иголов, нам нужно с вами проверить, действительно мы всем своим сердцем ищем Бога, действительно ли слово Божье укореняется в наших сердцах, действительно ли мы на местах наших действий, в нашей семье, в общении с нашими родными, на работе, действительно ли мы делаем решения, принимаем решения, смотрим в будущее, смотрим на себя, смотрим в прошлое через призму Слова Божьего, действительно ли мы наслаждаемся благословением Авенезер в нашей жизни? Поэтому через движение массивы наслаждаться давайте вместе наслаждаться благословением Авенезер. Что означает? До этого места, до этого момента Бог помогал нам и помог нам и потому что, что там было сказано, мы читали с вами, они гнали филистимлян до того места и освободили города, которые были также захвачены ими. В 12 стихе там сказано, что Самуилон поставил камень, что означало до сего места помог нам Господь. Поэтому Бог нам помогает, чтобы восстановить все то, что является нашим, восстановить в нашей жизни все благословения чат Божий, чтобы нас Бог желает сражаться за нас. Посмотрите, 10 стих, Господь возгремел, Он сражался за них. 13 стих, посмотрите, Господь, усмиренены были филистимляне, и Господь, рука Господня была на филистимлянах. Поэтому восстановились отнятые города, в 14 стихе там сказано. наступил мир, то есть уже потом также посмотрите, будущее какое было. Пришел царь Давид, было строительство храма, поэтому все началось с чего? С движения массива, с того, что у идолов всех своих избавиться от этого. И это станет моментом, как в нашей жизни благословением Авеназер. Поэтому мы смотрим на свое неудачное прошлое, на какие-то бедствия, проклятия, которые накопились, на все, что внутри наших сердец накопилось. И поэтому, смотря в будущее, у нас тревоги, страхи. Но через движение массива, через восстановление вот этой духовной башни, нам важно с вами обрести абсолютную уверенность в том, что Бог ведет меня. И через Слово Божье, чтобы мы напоминали себе, что три едины Бог ведет, направляет меня. мы находимся в путешествии Завета. И все, что необходимо, Бог подготовил для нас. Через Слово Свое Он ведет нас. Он желает, чтобы мы наполнялись Словом Божьим, чтобы наслаждались благословением Авеназер, что Бог Он вместе с нами. Бог хочет защищать нас, Бог хочет благословлять нас, Бог хочет, чтобы мы вместе с Ним поставили, как поставлен был Храм Божий. Для чего Храм Божий был поставлен? Для того, чтобы передавать Слово, не только сохранять Слово для израильтян, но и передавать это другим народам. то, что происходило во время Дна Соломона, когда приходили со всего мира цари и царицы и принимали Слово Божье, принимали благую весть. Поэтому вот это желает Бог, чтобы в нашей жизни происходило, чтобы мы искали Божьего, чтобы мы искали того, что угодно Богу, не боялись бросить вызов всему тому, что неудачам каким-то или еще чему-то. Потому что Бог благословит нас. Бог даст все. Бог сохранит и во всем все, что необходимо, даст нам с вами. Поэтому давайте помолимся темами, молитвами. Давайте оставим всех идолов, которые в нашем сердце есть и будем служить только Господу Богу через молитву, через богослужение. Давайте также помолимся, чтобы в наших сердцах восстановилась башня слова, башня молитвы, чтобы действительно движение массива произошло внутри нас в нашей жизни. И сошло на мои благословения на мою семью, на все местодействия.